Он удивительный человек, который любит охоту, но не любит стрелять в дичь, а еще обладает практически энциклопедическими знаниями, но при этом не имеет компьютера, а пользуется по старинке бумагами. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Александр Гришко. Нужно определенно обладать врожденным достоинством, чтобы, несмотря на должность и ширину погон, всегда оставаться прежде всего человеком. Не просто старался, а у меня какое-то внутреннее такое желание было, я его реализовывал, я всегда, допустим, здоровался за руку, вот кто мимо меня идет, курсант, офицер, неважно, лейтенант или полковник и так далее. Где-то в шутку я говорил своим коллегам, не забывайте, здоровайтесь с этим курсантом, здоровайтесь с этим лейтенантом. Они вас будут увольнять на пенсию, они будут назначать эту пенсию и так далее. И вот по ироге судьбы, что называется, так и получилось. Вот с кем я здоровался, они сейчас стали подполковниками, полковниками, начальников отделов, служб и так далее. Есть у служивых людей такая поговорка, если генерал бежит по плацу, значит дело плохо. Сколько раз он вспоминал эту простую истину за годы службы? Последний прокурор СССР Сухарев Александр Яковлевич, который при нем отбирает дело Ильяна, Иванова, участник войны. Ему не было написано на роду стать военным, хотя в жилах и течет кровь пластуновских казаков. Просто с ранних лет почему-то тянуло к форме. Чувствовалась в строгих линиях какая-то значимость, что ли. Я в четвертом классе, в школу у меня головной убор был, я ходил, у меня просто дальний родственник служил в пограничных войсках, и я ходил в пограничной фуражке, носил ее. Сегодня и вспомнить смешно, как родители пугали за это милиционером. И каждый раз, когда в поле видимости появлялся сотрудник при исполнении, Александр Гришко быстренько прятал фуражку за пазуху. Я прошел от рядового до генерала-майора, минул одно только звание – Ефрейтин. Свои уроки офицерской этики Александр Гришко получил еще от начальника высшей школы МВД СССР, которая была создана в Рязани. Тот не делал замечаний за внешний вид, но сам являл такой образец выправки и достоинства, что курсанты без напоминания начищали до блеска сапоги и тянули носок. Я, допустим, наглости набрался у него, когда я на втором курсе к нему обратился, рядовой курсант, с просьбой, что он дал мне свою машину служебную на свадьбу. Потому что у меня не было такой возможности, чтобы нанять такси там и так далее. Он посмотрел на меня и говорит, ты знаешь, у меня машина занята на субботу. Потом подумал, заходи ко мне в кабинет. Я зашел к нему в кабинет, и он говорит, пиши рапорт на материальную помощь. Я написал рапорт на материальную помощь, он мне выписал 80 рублей, тогда стипенди было 40 рублей, ну это же были 70-е годы. Я на них мог нанять три такси. Вот это тоже вот говорит, несмотря на высокий полет, на высокую должность, он мог вот снизойти, образно говоря, до рядового человека, понять его, вникнуть в его проблему и откликнуться. С той поры он четко для себя определил, нет неразрешимых проблем, главное найти правильный подход. Эта аксиума оказалась просто незаменима на должности уполномоченного по правам человека, который он занимает сегодня. Отношения, чтобы человек почувствовал, что перед тобой не чиновник сидит и просто норму закона объясняет, а что он пропустил через себя, и его позиция солидарна с законом, внутренне такое деяние, что ли. Даже дома большую часть времени Александр Гришко проводит в кабинете. В компании энциклопедии, словарей и книг, а вот компьютера здесь не найти. На самый крайний случай есть планшет. Ну мой компьютер, вот он, вот сколько тут, ручки разных цветов, ломастеры, подчеркнуть там чего-то. Перед вами я подушку убрал, там здесь подушка была, это, раз, да, здесь же я, да. Удобно, тут же встал, что-то, не надо, обижать, раз, быстро на бумажку записал, иначе забудешь. А вот так выглядит Википедия. Человека, который пишет научные труды, говорит об инновационных образовательных технологиях, как рыба в воде ориентируется в уголовно-исполнительном праве и редактирует два серьезных журнала. Я уже слепую, знаю, в Москве одет, так это надо взять, это надо с собой везти, чтобы не забыть. Мысли-то в бумагах, с улыбкой говорит мой собеседник. Сегодня электро можно заменить магнитофоном, только будет ли прок. Он за живые эмоции и флюиды. Вспоминает, как в своей юности, вооружившись толстой тетрадкой и пригоршний конфет, все выходные проводил в библиотеке. Другое дело, когда смотришь, она 1800 такого-то года книга. Ее там, она вся пожелтевшая, края уже там весь подорваны и так далее. Она прямо оттуда дышит. Ребят, чего вы новое изобретаете? Вы читаете, он поздно шел в 1890-го года. Там уже все это было написано. Так вы же имейте совесть, сошлитесь на него. За время его руководства Академии права и управления ВУЗ вырастил немало своих докторов наук. По итогам конкурса «Золотая медаль. Европейское качество» Академия стала лауреатом в номинации «100 лучших вузов России». А ее начальник получил еще одно почетное звание – ректор года. Чтобы я двойку поставил, ну это надо такое суметь. Я всегда, вот у меня, допустим, практически работники приезжают, заочники. Я им уже заранее мысленно ставлю три балла. За то, что человек на работе и стремится учиться. У нас из числа сотрудников Академии оказалось награжденных министрельным оружием, для офицера это самая высокая награда именным оружием, больше чем в каком-либо территориальном органе. Его 16 патронов все до одного на месте. Даже на охоте ни одного кабана не убил. Мне нравится сам процесс. Вот с ружьем в лесу на морозе постоять, два часа, вот, через эти буреломы перешадивать. Там вес сбрасываешь, наверное, килограмм на два, на два с половиной. Ночью 2011-го, стекая кровью в собственном доме, Александр Гришко наберет скорую милицию. Выстрелы неизвестного окажутся не смертельными, но кто стрелял и за что пришел отомстить – до сих пор загадка. Не надо же такого случиться, что я телевизор смотрел как раз «Огарева-6». То есть любимые такие фильмы, вот эти вот медицинские и так далее. Ну, здесь бах-бах, кажется. Я сначала, конечно, не понял, что это выстрел. Я думал, у меня настольная лампа взорвалась. Сегодня об этой неприятной для семьи истории напоминает разбитая дверца шкафа. Завызгла как бы музей. Вот уже больше десяти лет он сам возглавляет комиссию по вопросам помилования и знает, что никакие обстоятельства не дают права рубить с плеча. Мне легче решать вопросы с властными структурами. Меня знают, я их знаю. Знаю тактические моменты, как это лучше. Может, где-то промолчать, где-то, кажется, подождать. Не сегодня подойти, а завтра подойти. Так, чтобы решить вопросы. Однажды в его практике был случай, за который потом он получил хороший нагоняй от старших товарищей. Пока возил курсантов на практику в республику Коми, писал докторскую и лично анкетировал осужденных. Поздним вечером с полным рюкзаком анкет понял, что не подумал о ночлеге. И, разглядев в темноте котельную, по-простому напросился в душ. И вот, когда я душ принимаю, а это был где-то первый час ночи, я вдруг понял, что это же котельная, это ведомство, колонийское, а кто обслуживает, это же осужденные. У меня, мягко говоря, холодная дрожь по мне прошла, потому что я форму там оставил, разделся и так далее. Думаю, первый час ночи, обо мне никто не знает, где я. Я, конечно, быстро это дело закончил, вышел, но, кажется, благополучно вроде все это обошлось. Сегодня в любом городе его туристический маршрут не обходится без посещения библиотеки, музея и тюрьмы. Профессиональная деградация разводит руками мой собеседник. Иначе дома не поймут. Он вообще привык из всего извлекать пользу и не тратить время даром. Если дорога, то крепкий сон или раздумья над диссертацией. Бывает, что за поездку 4 часа, 4 обратно, я, бывает, больше отработаю, больше созидательного сделаю или мысленно, или на бумаге это набросаю, чем я бы здесь день пробыл, что называется, физически на рабочем месте. Его команда сегодня настоящие профессионалы, поэтому даже в командировках он спокоен и за рабочий процесс, и за репутацию. Люди на нас надеются, что мы вот на месте должны решать вопросы. Поэтому максимально приложить усилия для решения этих вопросов. Главное, что люди идут, значит, мы нужны, вот это самое главное. Меня пугает, когда людей нет. Старшая дочка Александра Гришко уже стала профессором в ведущем юридическом вузе. Средняя только ищет себя в диссертации, а вот самая маленькая уверенно заявляет, что хочет стать генералом и не меньше. Они со мной все время. После долгого интервью наш герой снова спешит на работу. Никак нельзя допустить, чтобы люди разуверились в справедливости. А вот, говорит, компьютера нет. Специально пока ехали, поставили, чтобы со всеми не был таким безнадежным. Побольше бы таких начальников, которые не чураются протягивать руку для приветствия, читают и пишут книги и за пару километров от дома отпускают служебную машину, чтобы просто вдохнуть полной грудью морозный воздух. Единственное, что время бы затормозил, но оно так быстро льет. И здорово, что есть люди, которые своим примером показывают, что значит прожить его с пользой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова